В Караганде появится новый завод по переработке автомашин. Его строительство начнется уже в марте. Предприятие будет построено на территории специальной экономической зоны Сарарка. Об этом стало известно на заседании Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона. На встречу подписали два меморандума о реализации инвестиционных проектов. Их общая стоимость около 9 миллиардов тенге. Оба проекта реализуются на территории специальной экономической зоны Сарарка. Первый проект – строительство завода по производству труб среднего размера. Второй – строительство завода по производству стали, алюминия и сплавов цветных металлов из отходов ломов, вышедших из эксплуатации транспортных средств. Регион имеет выгодное географическое расположение, развитую инфраструктуру, кадровый потенциал, достаточно развитую минерально-сырьевую базу. Это те предпосылки, которые являются интересными для наших инвесторов. К строительству завода по переработке автохлама компания надеется приступить в марте. Для этого им сначала нужно получить землю. Отходы, вышедших из эксплуатации автомашин в брикетированном виде, будут доставляться в нашу область. На территории СССРРК будет производиться утилизация этих отходов, из которых будут производить сталь, алюминий и разные цветные металлы. Теперь, что касается новых подходов, как вы знаете, глава государства поставил четкую задачу. Это активизировать работу по привлечению инвестиций. И четкая задача была поставлена по разработке национальной стратегии. Мы сейчас совместно с Семьерным банком эту работу проводим, планируем в первом году ее запишить. Если посмотреть на структуру этой стратегии, то, конечно же, мы понимаем, что конкуренция между всеми странами, в том числе центральная, из них всего мира, за инвестиции идет очень активно. Поэтому мы должны создать такие условия, которые бы отличались и были бы наши преимущества. Стоимость проекта по строительству завода составляет более 3 миллиардов тенге. На предприятии будет создано 70 рабочих мест. Стоимость второго проекта – 5,5 миллиардов тенге. В нем участвуют павлодарские предприниматели совместно с китайскими партнерами. Запустить новый завод по производству труб планируется уже в этом году. Айя Мамрина, Улжас, Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Аким Караганды объяснил, почему переименовали улицу Театральную. Этот, а также многие другие наболевшие вопросы задавали карагандинцы на встрече с градоначальником. 14 февраля состоялась традиционная отчетная встреча Акима города. О проделанной работе в 2016 году, а также планах на текущий год на отчетной встрече с населением рассказал Аким города Нурланов Бакеров. Глава города отметил положительную динамику роста, развития экономики и улучшения благосостояния населения. В 2017 году объем производимой продукции планируется довести до 314 миллиардов тенге. В рамках карты поддержки предпринимательства будет проведена модернизация машиностроительного производства филиала КЛМЗ ТО Мейкер. Планируется начало строительства крупного инвестиционного проекта ТО ЮВД Корпорейшн, что также обеспечит дополнительными заказами местных товаропроизводителей. Нурланов Бакеров подчеркнул, что в 2017 году также будет модернизирована фабрика конфеты Караганды. Намечен запуск еще двух заводов по производству металлоконструкций и открытие не менее 10 новых объектов в сфере торговли и оказания услуг. Это дворец бракосочетания с гостиницей и рестораном, супермаркет «Магнум», ресторан «Европа», автосалон, бизнес-центр «Рояль» и ряд других проектов. Однако жители интересовали не только перспективы, но и насущные проблемы. Городоначальник ответил, что улица Театральная была переименована согласно решению специальной комиссии по аномастике. Поводом для переименования стало обращение населения. Еще одно недовольство о мусоре и несанкционированных свалках озвучили пенсионеры. Аким Октябрьского района и Акиму Казайбебель за неуборку территорий любых организаций, коммерческих магазинов и других, там, песка, всех. Нужно их не предупреждать, а штрафовать. Подобные вопросы тоже не остались без ответа. Нурланов Бакиров пояснил, что Акиматы не имеют полномочий наказывать штрафами бизнесменов. Кроме того, среди слушателей были и очередники, которые десятки лет живут в ожидании жилья из госфонда. Глава города обещал рассмотреть их вопросы отдельно. Некоторые из горожан высказали недовольство о ЧП в Шахане. По словам Аксакала, в трагедии можно было бы избежать. Под Новый год такое несчастье. Неужели не были осведомлены КСК Аким Шаханского города-спутника? Следствие закончится. Передадут дела в суд. И чья вина, в какой мере там есть, будет полностью обозначена. Вам вопрос. Посадят, понимаете? Ответить на все вопросы жителей Нурлана Бакиров не успел. Вопросы и нарекания были оставлены и в письменной форме. Градоначальник обещал жителям ознакомиться с ними и дать ответ по каждому лично. Аем Амрина, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Продолжение следует...